Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире Столицы Нижней. О самых важных и интересных событиях, которые произошли в Нижнем Новгороде к этому часу, расскажу я, Антон Ганин и мои коллеги. Сегодня в выпуске. Долгая дорога домой. Детский театр Вера открыл свои двери после пятилетней реконструкции здания. Тонкости туризма. Нижегородские экскурсоводы прошли обучение в преддверии игр Чемпионата мира по футболу. Как отличить профессионала от дилетанта? Юные проводники и машинисты снова в деле. В Нижнем Новгороде открыли новый сезон на детской железной дороге. Простым языком о сложных материях. Молодые ученые Нижнего Новгорода провели очередной научный слэм. Нижегородский детский театр Вера вернулся домой. Сегодня в Международный день защиты детей. Наконец-то закончились скитания труппы по разным площадкам. Реконструированное здание Веры снова открыло свои двери для зрителей. Здание ремонтировали ровно пять лет. О том, что удалось сделать за это время, узнала моя коллега Екатерина Анисева. К театру Веры на Мещерском бульваре подъезжает автобус с артистами. Дорога домой заняла пять лет. Весной 2013 года труппа покинула стены театра и уехала со всеми костюмами и декорациями в никуда. Актеров встречают словно голливудских звезд. Создателю театра Вере Горшковой сложно поверить в свое счастье. Она еле сдерживает слезы. Сегодня это скорее слезы радости от того, что все скитания позади. Что включает в себя счастье? Вот это целая радуга всего. Это просто, ну как, я себе вот все эти дни говорила, только ты не расплескай, только ты не, ну, не растрать, ты только не отдай все до самого конца, но забереги до этого первого июня. Я все ему говорю, все, что ты задумываешься хорошего, оно осуществится. Да, может быть не сразу, может быть через год, через два. Наших было пять. Нам было дано пять лет. Пять лет не потерять друг друга, не растратиться, да? Пять лет выпускать спектакли, пять лет играть на полной катушке, пять лет ездить по всему городу, по области, снимать площадки, играть и не растерять друг друга. Символическую красную ленточку перед входом в театр перерезают в присутствии первых лиц города и региона. Почетные гости сразу отправляются на мини-экскурсию по театру. За время реконструкции театр Вера помолодел, стал высокотехнологичным и прибавил в размерах. Площадь помещения увеличилась почти в два раза. Есть большой пошивочный цех и просторный репетиционный зал. В распоряжении актеров теперь семь гримерок. В зале современное световое и звуковое оборудование, которым сегодня не может похвастаться ни один театр в городе. Мечты коллектива театра стали явью. Техническое оснащение у нас пришло к моменту реконструкции в очень плачевное состояние. Вплоть до того, что там, понимаете, падают штанкеты, понимаете, там, когда вырубается освещение, когда вдруг берется и вырубается полностью свет. Из этого приходится, прямо во время спектакля, приходится выкручиваться. В первую очередь, конечно, свет, потому что за эти пять лет на выездах, с этими софитами в глаза, а сейчас мы вышли, вентиляция. Глава региона Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов называют театр «Вера» одним из главных украшений микрорайона Мещерское озеро. Этот район совершенно фантастически преображается. По сути, это новая территория, которой раньше вообще не было. И здорово, что центром притяжения в этой новой общественной территории, общественного пространства в городе станет такой добрый, светлый объект, как театр «Вера». Насколько я рад, это просто не передать, потому что ничего подобного в городе не было. Если посмотреть тот длинный путь, который прошла вера в создатель и самый главный идеолог этого театра, он очень длинный по времени. Даже трудно вспомнить, когда все это началось, и только вот сейчас мы видим прекрасно отремонтированные здания и счастливые детишки. В день открытия на новой сцене показывают первый акт спектакля про Бармалея. В зрительном зале родители, учителя и главные гости театра – дети. Для каждого из них открытие театра – долгожданное событие. Очень хороший спектакль, очень хороший актист. Очень продуманная для каждой мелочи. Очень рада, его отремонтировали, и теперь будем ждать новых спектаклей. Я рад, что рядом с нашим домом появился такой красивый театр. Я был на Бармалеи, был на Денисских рассказах. Мне очень понравилось. Рассказы очень такие хорошие, хорошие актеры, такие веселые. Коллективу театра «Вера» теперь остается обжить свой новый дом и осуществить все задуманные творческие планы. Напомним, что недавно театр выиграл премию «Пирожа птицы». На полученный грант в 2018 году здесь планируют поставить спектакль «Пламя Данка» по Горькому. Екатерина Анисимова, Георгий Захаров, столица Нижней. Нижегородские экскурсоводы, которые будут работать во время Чемпионата мира по футболу, сели за парты. Для них провели первый обучающий урок в преддверии Игры Мундиаля. Напомним, что в городе по приблизительным подсчетам будет работать около 500 экскурсоводов со знанием английского и других иностранных языков. Представители Туристко-информационного центра Департамента культуры ответили на самые актуальные вопросы. Гиды и экскурсоводы должны взаимодействовать с волонтерами Чемпионата мира, знать, как вести себя в случае ЧП, показывать лучшие городские достопримечательности, а также знать режимы доступа на объекты. После последних событий под большим вопросом проведения экскурсий по стенам Нижегородского Кремля. Впрочем, если там не успеют устранить последствия урагана, гостям города будет что показать, уверены экскурсоводы. Условия нашей работы во время Чемпионата будут кардинально другими. Мы, конечно, люди бывалые, ко всему привыкли. И в День города мы водим туристов, когда гремят со всех сторон оркестры и толпы народа ходят. И в праздники во всякие, и в ноябрьские, когда снег, дождь и ветер. Но Чемпионат мира мы еще ни разу не переживали в Нижнем Новгороде. Поэтому придется нам тут постараться. Что касается доступности основных экскурсионных объектов, я думаю, в общем и целом проблем быть не должно. Все основные объекты будут доступны для гостей города. Вопрос в том, что где-то, возможно, придется больше пешком пройти, где-то сделать крюк, изменить немножко маршрут. Молодые ученые Нижнего Новгорода провели очередной научный слэм. В неформальной обстановке результаты своих исследований представили пять спикеров. За десять минут каждый ученый должен был простыми словами объяснить сложные научные теории. Лучшего докладчика определили гости слэма с помощью шумомера. Что из этого вышло, расскажет Вероника Кузьминова. Научный слэм – это не просто собрание представителей технических специальностей. Гуманитариям здесь тоже рады, потому что о науке рассказывают простым языком. Никаких терминов и выступлений меньше десяти минут. Это табу для спикеров. Кто ослушается, останется без аплодисментов зрителей. Именно они определяют победителя. Для этого даже используют шумомер. Таким способом парк науки ННГУ решил привлечь нижегородцев к предметам естественно-научного цикла. В какой-то момент у нас появилась потребность в таких популяризационных форматах нестандартных. То есть лекции, семинары – это все здорово, но очень сложно людей, далеких от науки, пригласить, зазвать в стены университета или в какие-то академические помещения. Поэтому мы узнали про этот формат и решили, что он нам очень подходит. Тем более, что наши спикеры рассказывают о своей науке просто, интересно и, что важно для многих, недолго. Те, кто ходит к нам постоянно, вот уже четыре года, они привыкли, что они могут забуриться в какой-нибудь темный уголок, там, я не знаю, выпить какой-нибудь вкусный коктейль, что-то, может быть, даже съесть, чтобы это было более раскованно, что ли. То есть это такой формат, и по нашему опыту люди реагируют на него положительно. Особенность этого слэма – женский состав участников. Из пяти спикеров на сцене вещают три представительницы прекрасного пола. Юлия Мансурова с помощью науки разбирается в социально значимой проблеме лечения от наркозависимости. На пальцах она доказывает, что завязать с психотропными веществами можно. Все дело в мотивации. Наркоман и алкоголик, особенно наркоман, это как лимон. То есть это как черная метка, которую ты приобретаешь, и это позор. И очень много мифов об этом ходит, и о действующих веществах, всяких очень много разных мифов. И миф тоже, что там наркомания хуже алкоголизм, или алкоголизм хуже наркомания. И хотелось бы просто немножко людям унести ясность. Разбавляет серьезность своих коллег резидент стендап НН Павел Хазов. По совместительству он еще и кандидат технических наук. На слэме рассказывает, как уберечь здание от последствий землетрясения. А чтобы зрителям было не так скучно, комик использует секретное оружие. Мы помогли сидеть на обычную научную конференцию, где монотонным голосом рассказывать о каких-то заумных вещах. Здесь мы должны объединить. Я очень часто называю слэм научным стендапом. Человеку легче слушать, когда там будет юмор, просто потому что информация так лучше воспринимается. Он чувствует себя участником. Потерять зал очень легко, на самом деле, когда вы выступаете, если вы начинаете монотонно что-то зубрить. Шутки действительно помогли Павлу. Он стал победителем этого научного слэма. Его заслуженный приз – телескоп, а еще признание как самого интересного ученого Нижнего Новгорода. Вероника Кузьминова, Андрей Панов, столица Нижний. Три станции и более сотни юных жизнедорожников. Новый сезон стартовал на детской железной дороге. В Нижнем Новгороде она работает 79 лет. За это время маленькие машинисты и проводники перевезли более 17 тысяч пассажиров. О том, куда увозят паровоз с детства, расскажем в нашем следующем сюжете. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Юные железнодорожники начали подготовку к новому сезону еще осенью прошлого года. Посещали занятия, знакомились с озами своей профессии. Каждый ребенок выбрал одно направление – от машиниста до проводника. Юлия Фальмонова решилась на ответственную должность. Уже 4 года она следит за отправлением поездов. Дежурный – это командир смены. И здесь мы принимаем, отправляем поезда, следим за безопасностью движения. Вот это кнопки для стрелок, для их перевода. Вот это вот светофоры. Мы здесь составляем путь для того, чтобы проехал поезд, готовим маршруты. Всего у детской железной дороги три станции. Доконечно счастливый поезд под названием «Детство» совершает остановку в Пушкино. Здесь все по-взрослому. О каждом действии машинист докладывает дежурному. Родину слушаю. Понятно. Это сейчас нам позвонили и предложили о том, что поезд прибыл на соседнюю станцию. На какую? На Пушкино. Юлия заканчивает 9 класс. После сдачи школьных экзаменов планирует поступить в специализированный технику. Такой путь уже прошел Дима Булыгин. Он учится на втором курсе Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса. Начинал тоже с ДЖД. У меня с детства. У меня и родители учились на железнодорожниках. Мать на железной дороге работает. Потом пошел уже на ДЖД сюда. И вот пошел в техникум железнодорожный. Вот на машине есть учиться. Это в своем каком-то роде романтика все равно, как все говорят. То есть это путь, дальняя дорога, душевные разговоры как-никак все равно. Прокатиться вместе с юными машинистами и проводниками можно до 31 августа. Детская железная дорога будет работать все дни, кроме воскресенья и понедельника. Вероника Кузьминова, Илья Васенин, столица Нижний. Это все новости на сегодня. Следите за развитием событий на нашем сайте. Хороших выходных. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова